здравствуйте дорогие прихожане купцы бояре здравствуйте здравствуйте не слышно тебя не слышно а а напишите пожалуйста плюс если я лошок вообще по жизни конченый лох ну чмоня да вот ну что-то такое прям ну дебил может немножко напишите плюс попались сидят плюс пишут понятно блять сука козлы тебя не слышно тебя не слышно вот как вот как меня подъебать возможность не упустит я смотрю блять гнида чистый чистый гнида занимаюсь короче своей студии все осталось чуть-чуть и у меня будет настоящая профессионально ну почти профессиональная студия дома ну вот из того что можно мне сегодня кстати во время стрима скорее всего придет шумоизоляция серьезно говорю прямо схожу возьму вчера был короче у чувака я собираю свой кастом на микрофон который вообще в оригинале стоит где 12 тысяч баксов собирая его намного дешевле а пабли но я послушал вчера съездил почекал папа прогонял голос очень круто звучит очень дерзко блять очень дорогой звук я того все ебал но у меня короче будет охуенный микрофон телефонкин я забыл как он называется ну дорогущий короче ну просто чувак собирает поняли самостоятельно из компонентов очень талантливо собирают и еще он собирает его под мой голос поняли мы там фильтр некоторые подключаем ну 90 вообще у меня будет микрофон кастомный микрофон только по щи да низко сижу кастом на микрофон только под мой голос прикиньте нахуй и при прилэте усилитель еще куплен но короче круто блять в караганде не нет не тот смехлыст а я вот так и не сделал блять чуваки вот вы меня дрочите я вас прекрасно понимаю я вообще я прекрасно понимаю ваше негодование, но вы тоже меня поймите, у меня вообще нихуя нет, я вам отвечаю, я пиздец заебываюсь короче, последние дни, но я рад, что все начало двигаться дурилка, ты же переехать хочешь нет, не хотел, я хотел переехать из этой квартиры только из-за интернета но я нашел провайдера, который мне подключил хороший, быстрый интернет, 200 мегабит и все я кайфую, так что смысла уезжать нету вообще, я вот, несколько дней назад еще договор подписал еще на год этой квартиры, поэтому покажешь студию после того, как сделаешь? да, без базара, могу в это, в телеграм канал себе записать, но это еще не скоро наверное, я думаю через недельку доделаю его до конца, если не больше, а он ее не продает? продает, квартира вот эта продается, блять, прикиньте, ну мы пообщались по поводу этого, цена очень хорошая очень хорошая но наверное я бы поискал еще вариант, но посмотрим когда у меня уже будут, поняли, бабки на руках тогда уже буду сидеть выебываться хотел бы квартиру эту купить, вообще ну да, да, ну тут с ремонтом есть косяки, поняли, то есть я как бы освежил бы ремонт, конечно ну то есть, блять, она, ну как бы в нее еще вкладываться надо ебать, у меня сейчас вся прихожая, блять в этой, в шумоизоляции, блять бля, круто, но, бля, представляете, у меня будет профессиональная студия, ну практически, насколько я могу ее сделать профессиональной, поняли не в своей квартире была бы моя квартира, я бы давно уже комнату в комнате построил, нахуй, чтоб вообще ничего слышно не было, но, увы привет, Даня, ты бы ссылку прислал а ты же в инвестицию купил, чтобы мы тебя наконец-то не слышали больше, от души спасибо да, спасибо большое, Викташ, да, так и будет получается, на новом альбоме будем слушать кастомный бархатный голос, сочный, мощный, нереальный оральный вообще, я говорю, микрофон, вы представляете, блять я, почему я до этого раньше не додумался я не понимаю, я вот, я вот иногда сам себя в ахуе, вот у меня еще с года, когда я начал нормально зарабатывать с года семнадцатого, наверное, у меня были такие возможности, по факту, улучшать вообще свое творчество, там, себя как-то, ну, сам повышать скилл свой а я занимался хуйней, по факту я вообще этого не понимаю, блять представляете, микрофон под свой голос, мне под мой голос сделали микрофон, блять причем не так дорого, как могло быть, короче, вообще не понимаю позрослел, ну да, наверное но я раньше, вот если, если вы найдете мое старое рабочее место, вы охуеете какой-то кошмар, блять вот у меня была квартира двухэтажная, у нее было на втором этаже все красное такое где, мы еще рэп акпельно записывали ну, вы видели, где я играл сыр, сыр, лук, котлет на синтезаторе и там, реально, там просто ужас, нахуй там такая акустика была просто ужаснейшая, отвратительная я в ней умудрялся песни писать а сейчас, реально, я слишком, ну, по охуевшему себя начал вести, мне теперь нужно еще условия какие-то, поняли ну, человек быстро привыкает к хорошему, конечно да, ты говорил, что, возможно, поедешь на концерт Илюхи в Казани, хочу купить в основном ради тебя хочу уточнить, ты в итоге поедешь да, скорее всего, да, да ну, я уже договорился, поеду, поеду, ребят спасибо за стрим, сижу, работаю, вечерю с любимым стримером спасибо спасибо большое, ну, на лето планов таких особо нету, я же говорю я теперь не планирую так глобально, короче потому что я очень сильно расстраиваюсь, когда мне что-то не получается, прям до того может дойти, что у меня руки опускаются, короче, на месяц может, я вообще месяц в ауте могу быть и думать, какое говно поэтому я аккуратненько, типа, планирую там, знаешь, на пару месяцев вперед вот съемки планирую, альбом писать а так глобально пока ничего такого не планирую выступление тоже, но вот сейчас альбом, когда у меня будет готов, сразу начнем о выступлениях думать, ну, может быть, в следующем году видите, я пока ничего не обещаю, ребятки Добрый вечер, Данила Викторович, Светлана Викторович Ау когда уже вы надумаете концерт делать да, что вы мне дрочите спасибо тебе большое, ну, ребят, ну, как только так сразу, понимаете, я не хочу со старым нет, понимаете, мне ничего не стоит, ничего сложного взять, блядь, всю старую программу и выступить, тем более с синонимом ты никогда нормально не выступал-то по факту только так, гостевые, либо там на фестивалях, то есть, мне ничего сложного эти концерты сделать, я хочу программу новую, понимаете, я хочу, чтобы вы приходили каждый раз на концерты, не устраивать по 3-4 тура в год, да когда, нет, ну, там обычно по 2 тура люди делают весной, осенью, да, чтобы одна и та же программа была, я хочу, чтобы вы каждый раз приходили каждый раз что-то новенькое было, что-то новенькое слушали, ну, со всеми хитами, естественно но, чтобы программа менялась, это скучно, блядь я понимаю, это фарм денег нереальный 100%, концерт это пиздец прибыльная вещь, вот можно реально 2 раза в год всегда ездить туры и, как бы, ну, вы поняли со старым материалом и зарабатывать деньги, но я деньги и так нормально охуительно зарабатываю со стримов со стримов, со стримов с двух видов стримов, блядь с интеграцией и так далее мне деньги не нужны, я езжу выступать потому что это классно, это охуенно и поэтому мне хочется программу постоянно новую делать, поняли поэтому, возможно, когда-нибудь в будущем, когда я буду очень много музыки выпускать, я буду часто ездить, пока Дань, сколько надо тебе задонатить, чтоб ты просто так уже выпустил ночь, знал бы ты, какой у меня жесткий стояк от сниппетов этой песни ой, чувак, спасибо тебе большое, я я так рад слышать я так рад слышать, когда вы пишете мне про ночь или про какие-то мои сниппеты я просто рад, потому что это такая музыка, которая может не всем зайти короче, я из-за этого очень сильно волнуюсь но вижу, как люди прям мне требуют выпустить песню, вот тот сниппет, я вообще разъеб но она готовая, она полностью готовая просто ее надо записать и свести я думаю, она с альбома будет выходить да, бля, ребят, да вот суматоха с этой хуйней вообще нереальная, сейчас кстати, еще пошел, вот который формат который я собираюсь все снять пошли сдвиги, ребята наконец-то есть сдвиги, короче ура, я сдвинулся с мертвой точки и походу начну сезон вот-вот снимать последний, наконец-то, блядь, ну пока ничего говорить не могу, но, блядь, очень устаю плохо сплю, короче, блядь, ну такая сидвежуха, Валя ответила, да, Валя же отказалась, но ее менеджер написал, что не ее формат, да там много кто отказался но заебись, что отказывается, поняли, пишет что, привет, прости, не могу, ну это вообще заебись, ну реально прям респект, те, кто отказались написали там, я уж не буду всех палить, кто отказался, или, ну хотя какой смысл, ну Лолите я еще писал она отказалась, она сама написала, привет занята вся хуйня, так прикольная идея типа, с уважением Лолита, ну это пиздец мило вообще прям, вот есть же люди да, которые прям, ну добрые люди хуйня, как сказать, здорово вообще ну а так все, у меня, у меня пошли подвижки да похуй, не парьтесь, чуваки это нормальная хуйня, понимаете, там еще, я же хочу по два человека по три, может быть, даже снимать за один выпуск, и ты попробуй их состыковать блять, в одной дате вместе, два артиста пиздец, чуваки, я поэтому заебываюсь, это вообще, это такой челлендж охуеть, ну у меня вообще уже блять, тур по Америке скоро, ребят да конечно, я вот сейчас думаю, типа, стрим заканчивать и уже буду планировать по Америке тур, но просто нету в Америке, понимаете, таких площадок, которые вместят всех желающих, понимаете, все вот эти стадионы, где вот эти Канни Веста выступают они же, ну не для меня, это же не мой уровень у меня же повыше уровень, поэтому ну вот с Америкой проблема, не могу найти, ну мы сейчас договариваемся с штатом Калифорния по поводу, там есть у нее поле такое огромное, а нет штатом Калифорния, вот есть же гора вот эта Голливуд, я предлагаю прям на эту гору въебать сцену, короче вот, которая прям отходы будут знаете, вот такие прям дымится все будет и короче, все желающие, потому что, ну по факту же мне и так, и так, ко мне весь, вся Калифорния, да, придет, ну вот, ну давайте откровенно смотреть на вещи, и вот, и можно короче, прихуячить сцену на гору Голливуд вот эту, и короче, любой, с любого почти конца точки города будет смотреть на мой концерт, а? ну я короче предложил, бля, хороший, Байден говорит, сейчас я подумаю, ну и скажет мне ну вообще, по идее, можно сделать я говорю, давайте, демонтируйте вот это Голливуд что написано у вас, нахуй сносите, блядь вот там будет моя сцена стоять, блядь моя сцена, прожекторы, вот так вот во все стороны, вообще круто будет я приду, спасибо, приходите, приходите ну короче, да, тур в Америке будет конечно, конечно, ребята, все просто вместить нужно около ээээ семиста тысяч человек, блядь в один концерт, поэтому не успеваю, сука, блядь, договориться но я постараюсь, ребята это платно? конечно ну там, скорее всего, с налогов бабки там, скорее всего, учитывая то, что этот концерт посмотрит, поняли, весь город Лос-Анджелес то смысл брать за билеты, да ну, деньги легче с налогов, короче, украсть то есть, откаты с налогов каждый человек заплатит мне в карман и тогда все, и билеты все соберем и дешевле получится ну, как в Америке принято, поняли налоги размываешь, блядь и все, в принципе, все богатеем получается Слэш . . . . Слежь точка Слежь точка Слежь точка Слежь точка Да заебешь, блять Завали ебучку свою нахуй Спасибо большое за донат Нихуя себе Смотрите новые стримы инсайди Только что Бустер Никоглай Фёрстфил Мелстроен Эпоху Рифлей Кто Попали в список А, Рифлей Он же сидит в тюрьме Разве нет Попали в список Недобросовестных блогеров От ассоциации блогеров и агентств Создала реестр Недобросовестный Недобросовестный блогер Звучит как Масло масляное, да? С которым не рекомендуют работать Рифлей Мелстроен Никоглай Хованский Попали в черную зону Какую еще раз Замеченные Серьезными нарушения Бустер И фёрстфил В желтую зону Блогеры С одной-двумя жалобами Что, блять? А фёрстфил Он же казики не крутит А в чем проблема Я не понимаю Или фёрстфил Крутит казики Я просто не шарю Срыв сроков Некачественное Оказание услуг, блять А Артур туда попал Потому что он Некачественно Некачественно Оказывает услуги Что? Что? Никоглай Нарушение закона Реклама онлайн казино Эдвард Билл тоже Нарушение закона ДТП с пострадавшими Что? Он же отсидел За это в тюрьме Блять Я, конечно, понимаю С горя пополам Отсидел за это в тюрьме Но ДТП с пострадавшими Из-за этого он Недоброкачественный Ой, как там еще раз Нежелательный блогер Из-за того, что в ДТП попал Блять Ну понятно Нет Ну если Я просто логику пытаюсь понять Вот тут написано Что нарушение закона Реклама онлайн казино Вот у Хованского Никоглай Я это могу понять Логика в этом есть Согласны? Но Эдвард Билл Нарушение закона Просто нарушение закона Написано ДТП с пострадавшим Причем здесь его Блогерская карьера Блять Нихуя себе здорово Ну Было бы интереснее Просто у него права На всю жизнь отобрать Да? Чтобы он не ездил Вот это понятно Блять А кто еще? Инстасамка Репутационные риски Срыв сроков Блять Ебать Что? Вот мне интересно Больше всего I'm first fill Срыв сроков Срыв сроков Некачественное оказание услуг Я просто Это как блять? Срыв сроков Ну понятно Срыв сроков Ну некачественное оказание услуг Это что? Мария Анохина Срыв сроков Frodo Что? Денис Холодов Или холодов Срыв рекламной кампании После ее согласования Бля А при чем здесь вообще? Ебать Натасия Самбурская Некачественное оказание услуг Срыв сроков Buster Срыв рекламной кампании После ее согласования София Никитчук Некачественное оказание услуг Бля Ну и Чушь Бля Какая чушь А за что? Я вообще не выкупил Ассоциация блогеров и агентств Что за ассоциация? Блядь, Мизульна какая-нибудь, да? Ассоциация блогеров и агентств. Кто это, блядь? Блядь, ну, короче, нихуясе, блядь, да? Так я попал в зону бескомпромиссных рэпер-видеоблогерш. Безпосиба. А, видеоблогеров? Ну, хотя бы не блогерш. Блядь, ну, это чушь, короче, поняли? Есть много блогеров, которые, ну, вот, себя по-охуевшему ведут, поняли? По отношению к рекламодателю, без, ну, без уважения, так скажем, да? Хуй на них забивает, там, да, сроки. Но это просто, это в репутацию в любом случае минус идёт, потому что устраивают эти рекламные компании, рекламные агентства. И у рекламных агентств есть свои связи. Они поэтому говорят, с этим не работай, он там срывает сроки. Нахуй нам ассоциация вот эта хуйня, блядь. Нихуясе, здорово, блядь. Понизиться на камере, плиз. Слушай, не могу уже, я уже запустил. Когда-нибудь я сделаю универсальные настройки для камеры, и они будут так всегда. Ну, вообще, у меня есть идея, я, короче, понял, как я это сделаю. Просто этим нужно заняться. Короче, в этой камере есть память встроенная. Тут, видите, у меня картинка шипит. Вы ещё иногда жалуетесь, что у меня лицо разноцветное, поняли, иногда. Это просто потому, что я очень много лутов использую. Вообще, по факту, нужно использовать только один лут. Я даже не знаю, вам вообще смысл есть это объяснять, блядь, что такое лут, блядь. Ну, понятно, цветокоррекцию, короче. TG First Fila, сейчас посмотрим. Я думаю, просто загрузить прям в камеру, короче, этот лут. И прям в нём стримить, правильно же? Ну, это же вообще класс. И качество не будет теряться вообще. Поэтому я этим займусь попозже. Кажется, я понял, в чём дело. Если коротко, это мощнейший сюр, просто 12 с 10. А помните, что положено... А, блядь. Жалко, у меня рекламу теперь покупать не будут. Видимо, вообще, да. У меня руки чешутся вам всё рассказать. Но сейчас просто переварить и выйти из этой ситуации. А ты, блядь, я думаю, расскажешь. Блядь, чушь какая-то. Короче, я вообще... Какая дурка, блядь. Ну, это, понимаете, блядь, это хуйня вообще. Вот эти ассоциации блогеров. Блядь, я понимаю, они с казиношниками боролись. Но они же просто хуйнёй занимаются. В смысле? Недоброкачественное чё-то... Некачественное оказание услуг. Как... Что это... Как это можно понять? Сидят просто на налоге, да? Хуйнёй занимаются. Вот эти всякие ассоциации, блядь. Которые ни к чему отношения не имеют. Взяли бы в ассоциацию блогеров с Соболем. А, хотя нет, нельзя, блядь. Он по всех врагов поуничтожает, блядь. Да, кстати, приходите все, пожалуйста, в парк Горького, там. Ладно, Артур, это пранк просто. Где? Что? Голосовые? Во. Ну, короче, я понял. Ну, чё-то, короче, он там чё-то по рекламе проебался, да? Из-за этого в какой-то список внесли. Ну, и в дурки мы живём, пиздец. Какая хуйня, боже, блядь. Что происходит в этой жизни, я не понимаю, нахуй. Вообще, каждая реклама — это договор. А сейчас особенно вышел закон. Блядь, я столько прошёл, вы бы знали. Сейчас, короче, каждая реклама на Ютубе, она должна регламентироваться. Забыл, как этот сайт называется, но теперь, короче, ты оформляешь договор. Вот у меня была реклама, знаете, с кем? С Ясну. И нам пришлось эту хуйню, вот этот договор вбивать куда-то в сайт, короче. Ну, поняли? Регистрировать. Вот. И поэтому, ну, то есть, каждая реклама — это договор. Если человек что-то по договору неправильно сделал, возьмите и выбейте его, правильно? Возьмите, блядь, возьмите, подайте на него в суд из-за того, что он недобросовестно что-то там, какую-то рекламу выполнил. Всё, суд решит, он выплатит, что не надо, надо. Всё, готово. Какие нахуй списки, блядь? Какая чушь. Что, в какой я нахуй мире живу, блядь? Пиздец. Нежелательные блогеры, блядь, за то, что реклама плохо. Не, я понимаю, казино. Ну, блядь, Эдвард Билл попал в ДТП, из-за этого он нежелательный блогер. Может, он нежелательный водитель? Базару нет, заберите у него права к хуям. Я сам за то, чтобы у этого дурака права навсегда забрали, блядь. Он нежелательный водитель, это базар. Какой нахуй, блядь, нежелательный блогер? Это же чушь, блядь. Да это же, ну реально, даже логично, это же чушь. Охранное предприятие, ДТП. Что вам? Что вам поохранять? Спасибо, Микрица, большое. Ну, поохраняй посылки. Ой, блядь. Спасибо. Спасибо большое, ребят, что выключили. Гниды, блядь. Вот вам жить в центре. Сука, свистун, блядь. Я твою машину вырублю к хуям, блядь. Что онлайн накрутить? Данила, ежеданнотный факт. В Ватикане в 1983 году не было зарегистрировано ни одного рождения. А чем они нахуй занимались целый год, я в ахуй. Спасибо большое. Привет, Даня. Привет. Я устроился на работу. Не волнуйся, меня уже уволили. Я в кайху. Короче, все хорошо. Я доволен. Блядь, Жак, главное, чтобы тебе кайфовал. Ну, ты реально кайфовал. Спасибо большое. Простали от Артема Артемова. Рад видеть тебя. Привет, привет. Говорят, что ЧБД уходит на ВК. Надеюсь, не все туда уйдут. Ну, это крупное шоу, поэтому они его выкупили. Данила, как договор подписан. Э, сын крысы в чате, свою мать помидоры кинь, блядь, сын крысы из чата. Привет, своего мать помидоры кинь, наверное, опять. Желаю всех благ. Прошлый анекдот ты осудил. Вот новый, мы тут Иисуса поймали. Что с ним делать? Да забей, чего ты маешься? Сука, блядь, осуждаю. Привет, бачка. Да, пускай парню расскажут об этом. Спасибо большое. Крыса из чата, блядь, в себя и своего сына помидоры кинь, блядь, гнида. Я вчера, короче, у меня были планы на вечер по работе. Я реально сидел вот на этом кресле, открыл тикток и увидел первую песню с бархатными тягами. И начал все слушать. Я сидел часа четыре, я вам серьезно говорю, ебаный тикток. Я четыре часа слушал ремиксы на бархатные тяги, блядь. Я все послушал. Вообще все, которые возможны, абсолютно, блядь. Пиздец, нахуй. Я столько времени проебал, что за чушь, блядь. Интересно, что думаешь по поводу Антохи МЦ, когда фит? Спасибо большое за донат. Антоха, ну, МЦ, ну, мне нравился, там, бросай табак, вот старые песни. А сейчас он что выпускает? Ну, не особо. Ну, вообще, чувак интересный, я бы с ним поработал с кайфом. То есть он такой необычный, ну, прикольный. Вайбовый очень, поэтому с кайфом я бы с ним поработал. Музыка плюс-минус у нас похожа, я согласен. Серьезно, говорите. Как ты эти тиктоки смотришь? Я уже доебалый свет, если он приковырится. У меня взломанный, блядь. Я его еще, я самый прикол, я перепрошил, короче, тикток себе, и у меня какого-то хуя в твиттер запостилось, блядь, прикиньте, нахуй, в твиттер запостилось, блядь, то, что я взломал тикток все смо... Ой, я взломал сейф у себя, свой же сейф. Ну, короче, вы поняли, просто пост, блядь, я говорю, что за хуйня? Вы мне начали писать в комментариях, в телеграме, что мне взломали, я думаю, что, блядь? Было, что мама пилила типа, когда уже невесту найдешь? Нет. Когда внуки, тогда. Скучаешь ли по дому? Друзьям детства, родным улицам, я про Казань. А, да, спасибо большое. Не, мать меня пилила, чтобы я умом, ну, как бы жизнью своей занялся, потому что я очень много проебывался, хуйней занимался, блядь, на улицах шлялся. И поэтому все наши ссоры с матерью были на фоне того... Да, и она меня пилила, чтобы я за ум взялся, вот в этом только суть была. А вот про внуков, ну, она как-то шутила, помню, но я ей сказал, что мне не хочется, и все, она, в принципе, поняла. Так что вот, блядь. А, про улицы там что-то скучаю ли я по этому? Да нет, по старым друзьям, да у меня все друзья долбоебы. Ну, вот большинство, короче, друзей с детства, они почти все долбоебы. У меня вообще... Ну, короче, проблема была, надо было с другими людьми общаться, потому что интересы у нас были абсолютно другие, у них. Со мной разнились интересы, вот. И поэтому... Ну, короче, вот вам совет, ребят, от взрослого, пожившего человека. Если вы занимаетесь каким-то делом, творчеством или еще что-то, и ваши компании вас гнобят за ваше же творчество, высмеивают что-то или еще что-то, но вообще не поддерживают, тогда идите нахуй от них, все, блядь. Это полная хуйня. Вы думаете, я, ну, всегда руководил с таким моментом, что, типа, кореша, вот в детстве мы общаемся, мы с ними до конца жизни. Это пиздеж. Процентов 90, что вы разойдете 100%. Просто ты останешься один, вот, и у тебя не будет людей по твоим интересам вокруг. Поэтому дружба, понимаете, это такое приходящее-уходящее, я вам серьезно говорю. Как бы вы там, какой бы вы романтикой не жили, да, какие бы вы там, какое бы значение в этой дружбе не придавали, это по факту хуетень собачья, я вам серьезно говорю. Просто надо искать людей, которые, ну, вас поддержат в ваших же начинаниях, короче, или вместе вы будете двигаться. Потому что, ну, короче, мне даже наоборот мешало это, я с песнями своими. Ну, я вот вспоминаю, не подростковый даже, а пораньше, когда я только-только начинал песни делать, я делал по 2-3 демки в день, я вам клянусь, блядь. Ну, там хуёвое качество, у меня есть стрим, можете посмотреть Перезаливы, где я слушаю свои старые песни. Вот, примерно такого уровня они хуёвые были. Вот, я во двор выходил, постоянно пацана показывал, они смеялись, короче. Поэтому, ну, тогда-то я это не особо воспринимал, но сейчас я понимаю, что это полная хуйня. Потому что нормальные типы, они все общаются с людьми, которые все заинтересованы, да, в этой, ну, как бы, в одном и том же деле. И вы, как бы, больше возможности у вас становится, короче, поэтому... А я просто долбоёбом, быдлонами, ебучими общался, вот и всё. Ну, нет, никакого дезреспекта им, просто мы с ними не общаемся уже много-много-много лет. Вот, и слава богу, короче, такая хуйня. Не-не, я не про всех корешей, у меня до сих пор есть ребята, с которыми мы с детства общаемся, ну, которые меня поддерживали, понимаете. Вот, с ними я вообще с кайфом, типа, общаюсь до сих пор. А так, ну, процентов, я говорю, 80 откололось моментально, короче, ещё до того, как я стрельнул. Как хорошо, что у меня есть место под синтезатором. Так синтезатор в ремонте, бля, я вам не рассказывал, бля, я вам не рассказывал, бля, чуваки. Я, короче, долбоёб, я купил на Авито, короче, синтезатор. Это Sequential Pro 3 от Стэна Смита, короче, короче, блядь, не рассказывал? Блядь, я купил себе синтезатор, Sequential Pro 3. Прикол в том же, из-за санкции ты его не найдёшь. Там заказ, по-моему, вот, блядь, чтоб не спиздеть, 4 месяца доставка. Я пытался его заказать новый, 4 месяца доставка, Сэм Смит, да, 4 месяца. И я нахожу в Москве на Авито синтезатор. Я ещё попразил Мазелова. Мазелов, ну, вы знаете эту историю, Мазелов лично купил, сходил. Просто сходил, купил этот синтезатор, короче, привёз мне в Питер его. Я на нём поработал неделю, я на нём столько пресетов накрутил, шикарнейших, чуваки, пиздец. Ну, короче, он мне не особо нравится, как звучит, но прям хорошо. И в итоге в один момент я, начиная музыку писать, думаю, дай-ка я вот здесь допишу на синтезаторе, включая синтезатор, а он просто включается такой. И всё, прикиньте, не реагирует. Просто любые кнопки нажимаешь, чё угодно, просто вот такой. Всё, сломался к хуям. Пиздец, блядь. Ну, короче, блядь, жесть, короче. Отдал его в ремонт, блядь. В одном ремонте, самое смешное, в один ремонт отдал, они говорят, 27 тысяч рублей стоит починить его. Я такой, пиздец. Юлия с него забрала, отнесла в другой ремонт, они говорят, 2,5 тысячи. Ха-ха-ха. Я такой, заебись. Ну, то есть, короче, не сильно он поломался. Там одну плату придётся ждать 4 недели. Вроде 2 уже прошло недели, если не ошибаюсь. Ну, короче, жду одну плату. Никогда не покупай. Я, блядь, да я и сам знаю, что нельзя на Авито покупать синтезаторы никогда в жизни. А я, блядь, я подумал, ну ладно, может, нормальный чувак. Ну, он вроде, вот этот хозяин синтезатора, мы ему написали, он идёт на контакт. Я не знаю, типа, он как бы специально от себя подозрения отводит или он реально не шарит, короче. Вот, но он писал, что у меня такого никогда не было, вся хуйня, короче. Мудрые мысли, это результат, я вот в чате читаю. Вот у меня чат самый адекватный, ребят, вот подтверждение. Мудрые мысли. Блядь, улетел чат. Ну, ладно, другое вот, допустим, любое я могу сообщение взять. Вот смысл жизни, это философская культура, культурологическая категория. Блядь, улетает. Да стой. Категория, отражающая долговременную, устойчивую, ставшую внутренним убеждением личности. Да куда ты улетаешь, блядь? Личности. А где? Да в пизду, блядь. Ненавижу эту фичу на, блядь, фичу, говорю. Эту хуйню в чате, блядь, на твиче. У меня стоит так. Когда я навожу мышкой на чат, поняли? Он должен останавливаться, чтобы я прочитал. Но ты наводишь мышкой, он стоит, короче, 3 секунды и снова начинает улетать. Как мне успевать читать этот чат, ебаный? Как мне его фризить? Я не понимаю. У меня просто кукуха едет с этой хуйни. Просто каждый раз, блядь, неправильно. Ну ладно. Весьма благодарен вам, ребята, за мудрые мысли. Обдумаю их на досуге. Хотел бы фиться Тасовым Соловьевым. Да, похуй. Да пиздец, он дрочит сейчас за это. Ну, в принципе, понятно, за что.